Можно ли праздновать день рождения пророка, саллаллаху алейху ассалям, Исламе? Является ли это ширк? Те, которые праздновали, являются ли мушриками или кафирами? Никто из нас ширком не занимается, аль-хамдуллах, и не будет заниматься. Следуя за этим аятом, мы празднуем день рождения пророка, саллаллаху алейху ассалям. Все, все слова использовать можно по отношению к пророку, саллаллаху алейху ассалям, кроме... Вот Аллах сам в Коране нас призывает, чтобы мы радовались благам Аллаха, рахматам, тем благам, тем ниаматам, которые Аллах нам даровал, чтобы мы проявляли радость, чтобы мы радовались, уважаемые братья. И в другом аяте вот это же слово, рахмат, вот Аллах же, описывая нашего любимого пророка, саллаллаху алейху ассалям, использовал же слово рахмат. Вот это же слово Аллах использует в другом аяте. Что Он говорит там? Бسم الله الرحمن الرحيم. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِهِ 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 فَبِذَلِكَ فَالْيَفْرَحُوا Садык Аллаху аль-Азим. По велительной форме, в множественном числе, Аллах нас призывает, чтобы мы проявляли радость. Когда человек говорит, «Альхамду лиллах, Аллах мне вот столько детей, дал, Аллахамду лиллах». Это радость. Он вот этот ниңмат рассказывает другому брату для чего? Проявляя радость, которую Аллах им дал этот ниңмат, за этих ниңматов он показывает радость своему брату, рассказывает свои ниңматы. Уважаемые братья, для нас, находясь здесь, в Дуниале, самый большой рахмат, это что означает? Это что? Самый большой рахмат, милость, которую мы от Всевышнего получаем, это что мы являемся мусульманами, альхамду лиллах, что мы в Исламе, потом, что мы являемся из ума Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям. Вот этот Ислам мы от кого получали, дорогие мои братья? От кого мы получали? От нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейху ассалям. Поэтому, что Аллах нам дал такого пророка, саллиллаху алейху ассалям, это самый большой рахмат. И всех рахматов, уважаемые братья. Алимы так говорят. И Аллах, азава-джалля, вот описывая пророка рахматом, в другом аяте, Аллах нас призывает, чтобы мы радовались, показали радость по отношению к тем рахматам, к тем благам, которые Аллах был нам дарован. Вот, уважаемые братья, в Куране есть, чтобы мы проявляли радость по отношению пророка, саллиллаху алейху ассалям. Хадис, связанный с Абул-Ахабом. Это тоже вам известный хадис. Абул-Ахаб, когда услышал, что ему родился племянник, он что сделал, уважаемые братья? Что он сделал? Он от себя отпустил рабиню, освободил рабиню. Вот это и есть радость. Он радовался. Он не был в исламе, но зато он сделал вот такой поступок. Он освободил рабиню, уважаемые братья. Как мы знаем, он будет находиться в аду. Находясь в аду, из-за этого поступка, он что получает? Он получает, уважаемые братья, воду. Находясь в аду, чтобы ему облегчить вот этот кара, вот этот азаб Аллаха, он получает воду, которая появляется между пальцами, уважаемые братья. Ученые ислама, большинство ученых ислама, алимы говорят, это из-за того, что он радовался по отношению ко дню рождения пророка, саллиллаху ассалям, когда он услышал, что ему родился вот такой племянник, он освободил рабиню, уважаемые братья. За этот поступок Аллах ему что дал? Облегчение в аду дал, дорогие мои братья. Поэтому он является не только мусульманом, милостью, уважаемые братья, для всех миров, будь мусульманин, будь христианин, язычник, разницы нет. Если по отношению к пророку, саллиллаху ассалям, вот Абу-Лахаб, будучи не в исламе, вот такой поступок он оставил, и он получает облегчение в аду, а как же мусульмане не получат, уважаемые братья, когда они радуются по отношению пророка, саллиллаху ассалям, по отношению к день рождения пророка, саллиллаху ассалям. Это же был день рождения, когда он услышал, что родился пророк, саллиллаху ассалям, тогда он оставил это. Понимаете, уважаемые братья, это хадис передает имам Бухари, сборник Исаахи и Бухари. Вот, в аяте нас к этому призывает, в хадисе нас к этому призывает. Сейчас еще другой хадис, когда пророк, саллиллаху ассалям, празднует день рождения, он начал соблюдать что? Пост. Он каждый понедельник послился пророку ассалям. Это и для нас тоже является желательным суннатом. И подвижники спрашивают у пророка, саллиллаху ассалям, почему ты этот, держишь пост именно понедельник? Пророк, саллиллаху ассалям, что ответил? В этот день я родился, говорит. Сейчас здесь такой тонкий момент, многие этого не понимают, к сожалению. Вот, они говорят, а почему тогда вы? Вообще, здесь у нас вначале был вопрос, как вопрос стоял, уважаемые братья, можно ли праздновать или нельзя? А какими методами можно? Это другой вопрос. Как можно, что можно? Это другой вопрос. Вопрос стоит, что можно ли праздновать день рождения пророка, саллиллаху ассалям, в Исламе? Является ли это ширк? Те, которые праздновали, являются ли мушниками или кафирами? Нет, уважаемые братья? Аллах к этому нас призывает. Следуя за этим аятом, мы празднуем день рождения пророка, саллиллаху ассалям. Следуя за этим хадисом, который нам передал имам Бухари, мы празднуем день рождения пророка, Мухаммада, саллиллаху алейкум, возвеличиваем пророка, саллиллаху алейкум, и также следуя за этим хадисом, в котором говорится, что пророк, саллиллаху алейкум, также держал пост понедельник. Сейчас вопрос, второй вопрос. То есть мы сейчас поняли, что можно праздновать день рождения пророка, саллиллаху алейкум. Поняли? Не осталось ишкал, то есть непонимание ни у кого не должно быть после этого, уважаемый брат. Сейчас вопрос, какими путями, то есть какими методами, вот как пророк, саллиллаху алейкум, сам лично это праздновал? Пророк, алейкум, саллиллаху алейкум, в своем хадисе говорит, я держу пост в этот день, говорит. Сейчас именно пост алейкум, усулу фикха, разъясняет этот момент. Именно пост мы должны держать? Или еще, помимо этого, другой ибадат нам можно делать? Празднуя день рождения пророка, саллиллаху алейкум, то есть пост это ибадат или нет? Ибадат. Поклонение Аллаху, когда человек поклоняется, это самое хорошее время и самый хороший момент перед Аллахом, когда человек в ибадате. И самое хорошее показал пророк, саллиллаху алейкум, в честь своего дня рождения. Он что сделал? Ибадат сделал. Уразу пост держал, уважаемые братья. Сейчас так же, вот я, не держу уразу, собираю всех вас, уважаемые братья, всех вас дома у меня. Мы собрались, читали шахада, читали зикр, читали салават на пророка, саллиллаху алейкум, рассказывали о жизненописании, о жизни пророка, саллиллаху алейкум. Потом, я вам налил чай от себя, садака. Разве садака не ибадат, уважаемые братья? Ибадат же садака. То есть пророк, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум, празднуя день рождения своего, самое лучшее, то, что можно было давать, он показывал, он давал. Это ибадат, это поклонение Аллаху. А в поклонение Аллаху ходят, уважаемые братья, садака, пост, зикры, хорошее слово. Это все ибадат, уважаемые братья. Алины, ученые по этой направлении, они разъясняют, уважаемые братья, то, что пророк, саллиллаху алейкум, говорил, то, что пророк, саллиллаху алейкум, делал, это он оставил говорить, ибадат. И также, уважаемые братья, здесь есть хадис, в котором мы уже здесь рассказывали, в котором был освобожден рабыню, да? Он же пост же не держал там, уважаемые братья. Он что сделал? Он освободил рабыню. И за это он получил, что? Облегчение в раю. А здесь пророк, саллиллаху алейкум, держит что? Пост. Понимаете? Вот в случае, связанном с Абул-Ахабом, он что-то от себя оставил, как садака. Получил облегчение. Он же, проявляя радость, ко дню рождения пророка, саллиллаху алейкум, же это оставил. Причина освобождения, что было, уважаемые братья? Вот этот момент мы должны понимать. Рождение пророка, саллиллаху алейкум. А причина после пророка, саллиллаху алейкум, в чем была? Рождение пророка, саллиллаху алейкум. Поэтому, празднуя своего дня рождения, пророк, саллиллаху алейкум, что сделал? Пост сделал. Здесь есть пост, здесь есть освобождение. Садака. То есть, любой ибадат, человек, радуясь по отношению к дню рождения пророка, саллиллаху алейкум, если он оставляет, это и есть радость по отношению к тем благам, тем ниоматам, которые Аллах нам даровал. И в аяте же нас к этому призывают, уважаемые братья, чтобы мы радовались. Сейчас, уважаемые братья, где-нибудь в аяте, где-нибудь в хадисе пророка, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум, покажите, что вот так праздновать день рождения пророка, саллиллаху алейкум, делая ибадат в этом. Не ширк, это не ширк, уважаемые. Ширк – это поклонение, помимо, другому человеку, помимо Аллаха. Никто из нас ширком не занимается, аль-хамдуллаху алейкум, и не будет заниматься. И пророк, саллиллаху алейкум, в своем хадисе, также говорил, «Моя умма, большинство уммов в заблуждении не будет». Он вот так говорил. До нас еще пророк об этом уже говорил, уважаемые братья. А сейчас появляются люди, вот мы празднуем, следуя за этим аятом, следуя за этим хадисом, празднуем. Они говорят, «Вы ширк, ширк». Хорошо, мы все тогда, те, которые тысячи-тысячи, и в Марокко, и в Йемене, и еще в Медине, аль Медина, они сами празднуют день рождения. Все, большинство умма Мухаммада, получается, в заблуждении, что ли? А там пророк, саллиллаху алейкум, говорит до нас еще, «Моя умма не будет в заблуждении. Большинство людей из моей уммы, они не будут в заблуждении, уважаемые братья». Вот так пророк, саллиллаху алейкум, нам оставил хадис. И всего этого, что мы должны понимать? И аят, рахмат, где он говорит, потом к рахматам, чтобы мы радовались. Момент, связанный с Абу-Ляхабом, момент, связанный с постом пророка, саллиллаху алейкум, день рождения. Это, наоборот, сунна. Это надо делать, это хорошее. Надо не фарс, это хорошее. Если человек не празднует, то мы этому человеку категорически не говорим, что он оставил там фарс. И в этом винить его нам тоже нельзя, категорически нельзя. А те люди, которые празднуют, их считают кафирами, это очень большая ошибка, уважаемые братья. И вот, если они не кафиры, как мы в предыдущем в Азе проповеди, как говорили, бумерангом этот кафир, есть вероятность, что она вернется к этому человеку, уважаемые братья. То есть это же не кафир. Мы же это делаем, следуем за этим аятом, за этим хадисом. И один появляется, говорит, вы кафиры. Но если они не кафиры, пророк сказал сам в своем хадисе говорит, если два человека обвиняют другого в куфре, это куфр вернется к этому человеку, если он не кафир. Понимаете, уважаемые братья? Это очень опасный момент. И вот сегодня, аль-хамду лиллах, мы коротко, четко разъяснили, что маулит, когда человек делает дома, это он заслуживает барракад. дома будет барракад. Почему? Потому что, когда мы говорим о хороших людях, чем более о пророке, саллиллаху али-васалям, не спасилаются барракад, говорит. Не спасилаются барракад. И там, уважаемые братья, мы читаем шахада. Перед маулитом что читают? Маулит это, когда мы что-то здесь говорим, многие сразу, они засыкливаются на слово, на термин. Здесь термин не главный, уважаемые братья. Главный суд. Маулит это просто такое имя дали. Маулит это рождение. Как понять рождение? Рождение пророка, саллиллаху али-васалям, и все. Ничего другого нету там, непонятного. И там читают шахада. А шахада это что такое? Человек, наоборот, укрепляет свою религию. Что он в исламе, что он не вышел с ислама. Ашхаду Аллаху Иллаху Иллаху. Вместе хором читаем. Ашхаду Аллаху Иллаху. Ашхаду Анна Мухаммада Расулу Аллаху. Потом читаем аят. Следуя за этим аятом, Аллах нас к этому призывает, чтобы мы читали салаватом пророка, саллиллаху али-васалям. Вот это, читая этот аят, после аята мы восхваливаем пророка, саллиллаху али-васалям. Вот это восхваление пророка разными словами тоже является салаватом, уважаемые братья. Чтение салаватом. Имам Шамиль, кудисосыруху, читал ассум хубада перед выходом на битву. Прежде чем выйти в битву, он и его муриды все читали ассум хубада. Ассум хубада это что такое? Тоже салават, но именно не те слова, там используют салаваты, которые мы читаем. Это тоже восхваление пророка, саллиллаху али-васалям. Но если человек будет другими словами, другим образом, это тоже считается салаватом, уважаемые братья. Ассум хубада мин тал-атихи вал-лай-лю-даджа. Чуть в расширенном форме восхваление пророка, саллиллаху али-васалям. И также в этом маджлице что они делают? Читают зикр. Нет достойного поклонения другого, кроме Аллаха. Мы поклоняемся только Аллаху азава-джалла. Как тогда можно этим людям сказать, что они ширком занимаются? Где ширк? Где ибадат? Сперва должны узнать, различать, уважаемые братья, что такое ширк, что такое ибадат, прежде чем обзывать людей ширк. Просто это модно стало. Есть определенные люди, которые именно следуют за модой, и они используют такие слова. Но они сами не знают, что такое ширк, что такое это. Но когда мы спрашиваем, что такое это ширк, они говорят, помимо Аллаха, поклонение. Но где тогда здесь поклонение, когда спрашиваем, они дальше уже не могут это разъяснить, уважаемые братья. Когда человек не могут, когда человек не в силе разъяснить религиозные моменты, ему лучше что? Молчат и следуют за Алиноми. В этом будет барракат, уважаемые братья. И в этом будет единство, если мы переживаем за единство. И также, вот как можно нам воспалять пророка, саллилла али-вассалям? Какие слова можно нам использовать при воспалении пророка, саллилла али-вассалям? Все, все слова использовать можно по отношению к пророку, саллилла али-вассалям, кроме как считать его Аллахом. Вот к этому, который призывает или образно, что мы его считаем Аллахом, Творцом, вот эти слова нельзя категорически использовать. Вот тогда будет это что? То, что связано с ширком, можем брать. И нам, как можно пророка восхвалять четко в стихотворном форме, имам Аль-Буссири, он в своих словах четко, красиво говорит. Вы восхваляете вашего пророка, нашего пророка, любимыми словами говорит, кроме вот этих слов, не используете, говорит, что он является Аллахом, что он является Творцом, что мы ему поклоняемся. То есть, как христиане, они говорят по отношению к своему пророку, кроме этих слов, любыми словами, если вы будете восхвалять пророка, это дозволяется говорить по отношению к пророку. Даже если мы будем и днями, и ночами восхвалять пророка, это то, что нам дал пророк, по отношению к этим, если посмотреть, это будет капля моря. Поэтому, дорогие мои братья, приближается месяц, в котором родился наш любимый пророк Мухаммад, празднуйте, ходите к друг другу, гости, уважаемые братья, читайте салават. Если мы будем вот так собраться, у нас в сердцах укрепляется любовь по отношению к пророку, а любовь по отношению к пророку не появляется, когда мы его не знаем. Об этом уже много говорили. А чтобы мы любили пророка, мы сперва должны эту личность, вот эту личность изучать. Потом появляется по отношению к нему у нас и уважение, и любовь. А когда мы не знаем этого человека, как мы будем любить этого человека? Это же невозможно. Поэтому, чтобы мы знали, чтобы мы изучали, то есть вот это изучение, это нас доводит к любви пророка, саллиллаху алейху ассалам. А любовь к пророку, когда у человека это не хватает, об этом что пророк, саллиллаху алейху ассалам говорит? Его вера полноценно не считается. Он не будет истинным верующим, уважаемые братья, если он не будет любить должным образом пророка, саллиллаху алейху ассалам. Вот это, видите, уважаемые братья, это все вот так связано, как цепочка, как четки, которые мы читаем в четках, субхат. Как это все связано, вот сперва мы должны собраться, изучать. Для чего? Чтобы у нас появилась любовь к пророку, саллиллаху ассалам. А любовь для чего? Чтобы вера у нас полноценная, чтобы мы были истинными верующими. Вот так она, как цепочка идет, уважаемые братья. Пусть Аллах даст нам полноценную любовь по отношению к пророку, саллиллаху алейху ассалам. И чтобы Аллах, азава жаля, не лишил нас от шафаата пророка, саллиллаху алейху ассалам. И чтобы вот таким образом нас Аллах собрал в жанна Тульфирдаусе вместе с нашим любимым пророком Мухаммадом, саллиллаху алейху ассалам.